ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Полет над водой показался мне бесконечным Пока летел, я пересек некий психологический барьер и оказался по другую его сторону, совсем другим человеком Всплыв на поверхность, я повернул голову и замер от страха Возле меня на расстоянии вытянутой руки громадный корпус лайнера, его гигантский вращающийся винт Я почти физически чувствую движение его лопастей и какая-то неумолимая сила подтягивает меня ближе и ближе Я делаю отчаянные усилия, пытаюсь отплыть в сторону и увязаю в плотной массе стоячей воды намертво сцепленной с винтом Мне кажется, что лайнер внезапно остановился а ведь всего лишь несколько мгновений назад он шел со скоростью 18 узлов Через мое тело проходят устрашающие вибрации адского шума грохот и гудение корпуса Они медленно и неумолимо пытаются столкнуть меня в черную пропасть Я чувствую, как вползаю в этот звук Винт кажется мне одушевленным у него злорадное улыбающееся лицо Меня крепко держат его невидимые руки Внезапно что-то швыряет меня в сторону и я стремительно лечу в развершуюся пропасть Я попал в сильную струю воды справа от винта и меня отбросило в сторону Затаив дыхание, я старался оставаться под поверхностью воды до тех пор, пока большое световое пятно кормовых прожекторов пройдет мимо Вскоре наступила полная темнота Я выбросил ненужные уже полотенца надел маску с трубкой и сделал несколько глубоких вдохов Вода была довольно теплой при такой температуре можно было плыть очень долго Я надел ласты и перчатки с перепонками между пальцев Сумка стала больше не нужна Мои часы с светящимися циферблатом показывали 20 часов и 15 минут по корабельному времени Я выбросил их позже, когда заметил, что они остановились Лайнер стремительно удалялся Было 13 декабря 1974 года Спустя два дня, 15 декабря, Курилов доплыл до берега острова Сеаргао, Суригао, Филиппины Некоторое время он провел там в заключении Потом работал чернорабочим на Филиппинах Потом в Канаде Потом работал в большом количестве различных компаний по всему миру Везде по специальностям, связанным с его любимыми морями и океанами От Гавайев до дна Ледовитого океана Когда его история стала известна BBC О нем решили снять фильм Местом съемки назначили Израиль, куда Курилов направился С фильмом по каким-то причинам не получилось Но вернувшись из Израиля, Слава не мог забыть полюбившуюся ему страну И в итоге в 1986 году переехал в Хайфу Где работал в Хайфском океанографическом институте Всего один прыжок отделял меня от этой влекущей красоты и свободы Но нечего было и думать, чтобы среди бела дня Ставить судно на виду у сотен глаз Мгновенно будет спущена шлюпка Ночь, время беглецов Ночью совершаются побеги из тюрем Сердце человека рождено быть свободным Надо только иметь мужество слышать его голос Станислав Курилов погиб 29 января 1998 года Во время водолазных работ на Твериадском озере в Израиле Освобождая вместе с напарником от рыболовных сетей аппаратуру Установленную на дне Курилов запутался в сетях и выработал весь воздух Похоронен в Иерусалиме на малоизвестном кладбище немецкой общины темплеров Вот такая вот история человека, захотевшего стать свободным И заниматься любимым делом А с вами была Войная техника 2 Всего вам доброго Увидимся в следующем выпуске на канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok